Всех приветствую! Сегодня мы посмотрим новую версию мода на День Победы 4, Modern Times 0.7 Посмотрим мы Югославию, Россию, Германию и Францию, как вроде самый изменённый список изменений вместе с ссылкой на группу в описании под видео. Начнём с Югославии, пожалуй. Погнали! Также здесь добавили множество новых, как правильно выразиться, технических единиц Просто как бы это всё же сформулировать, правильно вам сказать Потому что у нас тут куча новых видов оружия, новых видов техники Давайте начнём обо всём по порядку Также ресурсов Так, значит оружие, оружие, вспомним Как мы запускаем, мы видим уже кучу разных винтовок То есть обычные винтовки Ну грубо говоря, тут у нас просто базовое снаряжение Там для элитных частей, для морской пехоты, оружия, для горнострелков Также идёт автотранспорт, БМПшки, бронетранспортеры Буксируемая артиллерия Миномёты самоходные, САУ и так далее Тут много всего открылось О, с исследований начнём, всё определилось Наши пехотные исследования у нас теперь вот так вот выглядят То есть мы видим дерево прокачки оружия Так, это у нас что? Тут вспомогательная техника Основное оружие Бронежилеты Это противотанковое оружие И тут у нас элементы боевой экипировки Дополнительные Ну тут у нас без изменений Батальонное обеспечение Бронетехника Мы видим у нас вот так вот выглядит По-моему в предыдущей версии она тоже так выглядела Честно говоря, не скажу Вот артиллерия у нас Смотрите, какое дерево широкое у неё стало То есть у нас вниз только оно вот так уходит И вправо ещё чуть-чуть То есть у нас можно подобрать под свою стратегию всё Как мы желаем Ну и под свои ресурсы Под свою обеспеченность ресурсами Дерево Национальный Доктрина не изменилась Национальный Ой Что-то у нас тут Оно немножко вылазит Так Ну ладно Я не помню, как оригинально По-моему, оно должно закрываться Когда мы окошко исследований открываем Ааа, у нас окошко исследований вниз двинуто Или так и должно быть Подождите Что-то корабли они не трогали, да? Года даже не меняли Хотя их стало меньше, чем в оригинале Вон двинкоры убрали Скорее всего, их будут обновлять Первыми из кораблей Морские доктрины тоже стандартные Вот авиация, кстати, у нас Да Запустим потом за Россию, посмотрим Потому что я версию 0.6 запускал за Россию Я посмотрел, там всё это было открыто И все виды можно было устроить То есть и первого поколения, и второго И третьего, по идее, они должны заменять друг друга Воздушные доктрины без изменений Машинстроение А вот самая интересная промышленность Теперь она выглядит вот так Видим такое О! Тут мы видим предприятие Котельная какая-то Так, что это за предприятие у нас Ещё одна котельная Он в север Север горы Мороз Ещё одна котельная Теплокомбинат Теплокомбинат У нас полностью автоматизация идёт Всевозможная Объём заводского производства даёт Эффективность Ну и это захоронение Эффективности, когда мы меняем технику на другую В плане производства Вот здесь И рост эффективности Вот это у нас даёт ресурсы Так Это заводы по переработке стали Переработки стали литейные Всевозможные вольфрамовые Каучуковые И так далее Ну Каучуковые Это вот Паром-папом Искусственный завод Синтетическую резину Происходит Что-то мы запутали совсем Так Тут у нас строительная техника идёт И тут денюжки Так Теперь следующее Исследование Дипломатия Так Ну тут То вроде бы Из меня никаких не видать Ааа Сельское предприятие Производит На мощных сооружения Самое маленькое Ну и самое дешёвое То есть у нас как бы 0,5 фабрики получается То есть для совсем бедных стран Типа каких-то африканских Обычная фабрика Производственный комплекс В полтора раза дороже В два раза мощнее стандартного Далее у нас госпиталя Человеческие ресурсы увеличивает Лечит наших военных Стандартное Нефтеперегонный завод Ну почти стандартный Теперь не производит резину И установка Плюс 6 производит Ага Вот наконец поправили Вот это вот описание В шестой версии Оно было сдвинуто И непонятно было Что даёт Сталилетейный завод И что отнимает Ну то что сталь Мы могли догадаться То что отнимает Но деньги То есть никакие другие ресурсы То есть вполне нормально Построим банк И можно 6 каких-нибудь Перерабатывающих воткнуть Ну тут ракетная база Это понятно Автомобильный завод Как раз нас даёт резину Атомный реактор Ну тоже всё стандартно Ясно Ага Региональная система ПЗРК Замена ПВО Набора размещения У нас Требует Опыт армии Что как бы В 91-м году Уже странновато Немножко Опыта по-моему У всех Завались Хотя бы теоретического Так Ну и мы переходим К нацифокусам Так Вот это у нас идут Стандартные нацифокусы По-моему Да-да-да Идут стандартные нацифокусы У Югославии Нацфокусы Не меняли Но меняли У России И по-моему У Германии С Францией Значит мы сейчас Просто на них Переключимся И посмотрим Вот так То есть у нас Еще кстати Куча всевозможных Ресурсов Которые мы не посмотрели То есть Деньги Нам добавились Так Давайте мы посмотрим Добавились Деньги Уран Остальные Стандартные То есть Сталь Хром Вольфрам Резина Нефть И алюминий Так Теперь Ну нацифокусы Конечно У Китая По-моему Тоже стандартные Нацфокусы Сейчас стоят Да Russian То есть Упорно тяжелую Промышленность Тут у нас Возможные Развития науки Два госпиталя Два сельских Предприятия Раз Ячейка Два ячейка Три ячейка Да А нет Это тоже Предприятие И госпитали Уфинские Предприятия Ржевские Ну ладно Создателям Виднее Где их размещать Нас сейчас Интересует Вот эта Ветка То есть Мы видим Ветка Офигеть Какая Здоровая Так Давайте мы Посмотрим Что у нас Будет происходить Ну Новый мир Нам даст Просто 120 очков Политики Ну понятно То есть Советский Союз Развалился Новый мир На пороге И так далее Здесь мы Выбираем Либерализацию Либерализацию Цен Ух ты Они Подписали Что-то Смотрите Как Мы теперь Теперь у нас Все в порядке Теперь мы Понимаем Мы должны Не допустить Раскола страны Наша способность Меняться Прямо Зависит От единства Нашего Президента И народа Значит Мы выбираем Либерализацию Ну короче Вы поняли Экономика РСФСР Оказалась Недостаточно Прочной Чтобы Пережить Развал Советского Союза В результате Мы столкнулись С очень тяжелым Кризисом Нужно Срочно Принять Меры Пока Ситуация Не стала Хуже Либо Экономические Реформы Расслабить Расслабить Государственный Контроль Он Начнется Очень Расслабленный Государственный Контроль Такая Хрень Стране Творится Так Ослабив Государственный Контроль В сфере Ценообразования Мы позволим Производителю Самому Устанавливать Цены На свой Товар Что даст Стимул Развитие Экономики Спорная Конечно Или мы Хобби Можем изучить Этой Нету Фиговины Ну как У нас обычно Это предлагают Могу Выберить Либо Этого Либо Это Либо То Значит Мы можем По идее Обе Выбрать Ага Видим Необходимо Обе Вот эти Ситуации Но это Война В Чечне Будет Ситуация В Чечне Создает Дополнительную Напряженность Только в экономике На мировой арене Решив Эту проблему Мы значительно Облегчим Себе Жизнь Глобальная Индустриализация Так Наша промышленность Сильно пострадала В ходе Кризиса Большинство Заводов Разорились И закрыты Значит Понятно Тут мы Индустриализацию Проводим Просто Если Это Все Читать Часа на два Затянется Франция Из Германии По быстреньку Мы это посмотрим Или давайте Мы знаете Что сделаем Мы посмотрим Их не читая Описания А потом Я Начну Проходить Игру Законите С трех стран Нензороссии И мы Посмотрим Более подробно Что Куда И зачем Так Значит Авторитарная Россия Нам дает Авторитаризм Изменение Популярности При 40% Лидеры ДКБ То есть Улучшает Отношения С нашими Соседями Все это Нормально Понятно Далее Мы можем Привлечь Рабочих Гастарбайтеров Скорость Строительства Плюс 10 Но Национальное Единство Минус 5 Укрепление СНГ Еще раз Улучшить Наши отношения С соседями Так Нефтедолларовая Экономика Даст нам 20 нефти По 10 В разных Регионах Конкретно На Южном Северном Сахалине Тут у нас Идут Экономические Проблемы То есть Мы сами Живы создаем Нормально Так Но это Скорее всего Сделано для того Чтобы Когда компьютер Пойдет То есть Он сам развелся Котейка Прибежал Уди Животина Не мешай Топит Как саваняра Так Путь России Это Это Че За Этот Самый Колесо Хаоса Так Угу Ага Убирает Фокус Постсоветский Постсоветский Кризис Как у Все Так у соседей То есть Если мы Эту не изучим Мучайтесь Соседи Вместе с нами Так Реконструкция Монархии Давайте начнем По порядку С самого Легового То есть Восстановление Экономической Мощи Это у нас Все убирают Кризисы Постсоветские Ну это понятно Так Еще Начнем По порядку Значит Экономика Получает Русский Авторитаризм Понятно Инфраструктурные Проекты Дают нам Соответственную Инфраструктуру Постсоветская Дипломатия Еще раз Улучшит отношения Развитие Советского Наследия Так Великое Наследие Время Седания Минус Пять Бонус К атомным Бомбам Я думаю Пока мы Дойдем Атомные Бомбы Уже За глаза Изучим Сами Если на них Сфокусируемся Концепция Евразийского Союза Национальный Дух ЕС ЕАЭС Который Дает Время Седания Еще Минус Пять Скорость Строительства Плюс Десять И национальное Единство Еще Плюс Пять Так Пригласить Союзников Тут Еще раз Улучшаются Отношения Я так Понял У них Будут Проходить Референдумы Соединенные Штаты Все время Оставляли Нам Палки В колеса Поддерживая Бандитов Чечне Экономические Ограничения Явное Недовольство Выходом Нашей Страны Из Кризиса Ждущие Противостояние Нам Нужна Поддержка Искать Мы должны У наших Братьев С бывших Союзных Республик Это Дается Нам Фокус На Войну С Китаем Ой С Китаем В США Вот это Скорее всего Проводит У соседей Референдум Тоже А может И не проводит Но бонусы Им дает Это точно Теперь Перейдем К Монархии Хотя Я думаю Даже Подождем Более Новую Версию Тогда Прохождение Будем Делать Тут У нас Тоже Все равно Может Быть Где-нибудь Есть Критичные Косяки Которые Мы Сразу Не Вывуем А в конце Игры Они Могут Появиться Поэтому Подождем Вот у нас Идет Реконструкция Монархии Конечно Мы получаем Поддержку Монархии В политике Пригласить Наследника Большевики Убили Последнего Русского Императора И расправились Со всей Его семьей Однако Боковые Ветви Династии Романовых Никуда Не делись И по Всей Деньги Живут За рубежом Боясь Вернуться В страну Принадлежащую Им По праву Базовый Пророст Плюс Десять Реформа Правительства Убирает Экономический Кризис Всероссийская Реформа Убирает Гастарбайтер Столица Переносится В Ленинград Поддержка Монархии Ну Ленинград Наверное Переименуется Ну Потом Пофиксит Может быть Поддержка Монархии У соседей Начинаем Восстановление Империи То есть У нас Монархия Повышается У соседей Уже на 40% Тут просто Поддержка И тут Мы все Нафиг Аннексируем То есть У нас Получается Тут не аннексия А вот тут Мы именно Это все Аннексируем Также Нечто подобное Скорее всего У советской Ветки Осмысление Опыта Убирает Гастарбайтеров Кризис Постсоветский Кризис И влияние Коммунизма Дает Но уменьшает Национальный Дух И плюс Тут Политической Власти Добавят Реформы Получает Национальный Дух Ренессанс Промышленности Скорость Стретиста Плюс 25 Восстановление ВПК Четыре Производственных Комплекса Влияние Коммунизма Также На соседей Аннексия Белоруссии Тут Аннексия Украины И Аннексия Всех Оставшихся Соседей Либо Демократические Реформы Демократия Популярность Плюс Рыночные Реформы Получает Национальный Дух Либерализация Получает Деньги В Москве Преступление Коммунизма Постсоветский Кризис Убран Экономический Кризис Убран Сближение С Западом Это отношения Ну короче Со всеми Западниками И пушками Так Национальный Дух Это все-таки Что у нас Ага Поддержка Демократии Скорость Исследования Рост Частичной Инициатив Употребления Так Еще денег Даст Неолиберальная Империя Опять Адексируют Соседей Давайте Переключимся На Францию Потом На Германию Эх Франция Франция У тебя тоже Свои фокусы Должны Так 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 Опа Тут пока Картинок Нету Но То что Неплохое Вот это Также Развитие Промышленности Но Немножко Разделено Не так Как в России Нас Больше всего Правая Ветка Интересует То есть Укрепление Французской Государственности Даст нам Военных Научных Йоперных Был Заговаривать Политических Очков Нам Даст Но Оно Не исключающееся Защитами Интереса В Европе То есть Бункеры Позвольте строить Все дела А тут уже Взаимоисключающие Ветки То есть Франция Превыше Всего Либо Интеграция Давайте Начнем С интеграции Шенгенская Зона Ох ты То есть Надо Чтоб Мы в мире Были Что Правильно Нафиг Всем Национальный Долг Срежем На торговую Сделку Увеличивает Развитие Экономики Даст Экономику Ох ты Ведение Валюты Улучшает Отношения Ну Это как раз Евро Скорее всего Так Дай Тут Добровольные Корпуса И французская Интервенция Ну То есть Добровольцев Можем Отправлять Поболе Тут Мы Будем Дружить Либо С Британией Либо С Германией Так Тут Фактически Идентичные Эффекты Немножко Другие Конечные Идентичные Улучшают Отношения Либо С Германией Либо С Британией Угу А вот Эта Вот ветка Более Широкая Более Интересная Так Французский Реваншизм Время Оправдания Цели Минус Это Хорошо Так Далее Идут Отчуждение От ЕС Идеологический Фанатизм Так Национальный Дух Идеологический Фанатизм Национальное Единство Далее Идет Авторитарность Сначала Посмотрим Отчуждение От ЕС То есть Ты Отошел От ЕС Вышел Из ЕС Больше Аккуратизм Политику Еще Им Парка Россия Или США Больше Черветка Для Камикадзе Какая-то А Ну тут Позволяет Дружить С другой Страной Но Один фиг Что Россия Что США До Франции Хрен Доберешься Через Европу Тебя запилить Десять раз Уже Тут У нас Идет Левый Выбор Либо Правый Соответственно Коммунисты Фашисты Союз Рабочих Дает нам Заводское Производство Пламенные Речи Уменьшает Поддержку Демократии И дает Политические Очки Политические Комиссары Скорость Восстановления Дивизии Молодежные Организации Дают нам Человеческие Ресурсы В резерв Вообще Насколько Помню Вот эта Ветка Французская Дает Очень Много Человеческих Ресурсов Если я ничего Не путаю Значит Быстрее Создаем Армию Еще Падет Власть Еще Падет Власть Так Защита От смены Идеологии Вернуть Бывое Величие Дает нам Так Еще Военнообязанное Население И партизаны Против нас Хуже Будут действовать Интересы В Европе Ухудшают Отношения И мы получаем Кажусы Белли Покорить Кардиокол Государство Это Монако Андорра Так Потом Эмбарго Монако Эмбарго Андорре Соответственно Ультиматумы Далее Идут Провокации Италии Франция Это Самое Времена Наполеона Вернулись Уж Так Провокация Возвращение Сардинии Перековора С Италией Либо угроза Италии Так Так Ну тут Видим Мы еще не прописали Поэтому Можем только Предполагать Скорее всего Они отдадут нам Часть территории И может быть Вступят с нами В Альянс Интересы в Европе В Европе Провокации В Бельгии Так Великобритания Борьба с англичанами Торговая эмбарго Бенилюкс Франция Вообще Ну хоть Странные Такие Большие Хавы Если Италию Не считать Это ужасно На всю Европу Так Теперь Германия Так Если Ничего не путают У ней Вот этот Так А путают Тут Федеративная Республика Германия И соответственно Так У них ФРГ Вот так Национальный Фокус Немецкая Армия Ох ты Так В принципе Тоже Возвращайся Неплохо Объединенная Германия Но она вроде И так Объединенная Так Ну это Понятно То есть Еще очков Получим Денег Опыт Госпиталь Заводы Ох Ёма Ведущая Страна В ЕС Улучшает Отношения С европейскими Странами Идея Толерантности Фу Гадость Какая То есть Ежемесячный Прирост населения Плюс 10 Национальный Единство Минус 5 Фу Так Донор Евросоюза Денег Уменьшает Вот это Мне Еще хуже Не нравится Вот это Комотив Европейской Цивилизации Еще отношения Улучшим Политические Проблемы Тут у нас Начинается Кризис Политические Проблемы Наценно Единство Минус 10 Новый путь Политический Путь Власть Еще и уменьшится Тут мы Должны Делать Ключевой Выбор Повышение Гражданского Духа Выход Из Евросоюза Либо 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 Лидер Европы А тут понятно Улучшаем Отношения Денег Получаем Объем Словского Производства Ух ты Еберный Балбай Можем Типравить Доброводцев Главной Политической Главной Плюс 500 Гарбранд Европейской Ценности Единство Плюс 20 Еще отношения Улучшим Единство Европы Еще отношения Улучшим Так Ну это При демократах Выход Из Евросоюза Ну это Понятно Убираем Фокус Европейский Союз Возвращение Традиций Убираем Толерантность Становленность Стабильности Убираем Политические Проблемы Убрать Локомотив Европейской Цивилизации Национализация Экономики Время Седания Минус 5 И плюс 30 Денег В принципе Хорошо Очень хорошо Вернуть Бывое Величие При фашистах Новый Анжелус Опять Австрия Австрия Тут Прям Как Польша Великая Германия Так Национализация Единства Плюс 20 Организация Дивизий Плюс 10 Это Скорее всего Коммунистическая Ветка Так Альянс Получаем Я думаю Мы на этом Обзор Закончим Я так Поиграю За Россию Посмотрю Может где Баги Киевы Вовди Отпишусь Там Разрабам Посмотрим Что как Кипр Кстати пока Целый А потом В следующей версии Думаю Можно уже Делать Тип Прохождения Что ж Всем пока Не забываем Что ссылка В описании